Вы приехали. Первый вопрос. Ваши деньги такие есть грузинские? Посмотрите. Когда мы ездили, нам тут с разной государственной сдачи давали. Такие есть. Есть. А какие есть, заберите их. Они нам лежат мёртвым грузом. Понятно. Так, посмотрите ещё там. Может ещё что-то есть? Ну, вот это точно грузинские. Тоже ваши там, нет? Вот эти нет. А вот это вверху? Да. А вот это ваше? Да. Заберите. Они мёртвым грузом лежат. Я понял. Вытащите. Ну, всё, можете забрать. Где-то вы ездите, то другое. Так, ваш документ, паспорт. Я с утра стараюсь никуда не уходить. Уже жду вас. Сейчас здесь вы отобедаете, а потом где можете тогда быть? Так, вы откройте. Ещё у вас там есть. Я чтобы так видел паспорт с первой страницы. Вот. Это у вас какой? Зарубежный? Грузинский, да. Ну, зарубежный. Можно выезжать с ним. Джорджи. Это вам там выглядели. Так, а это что у вас? Это право мои. Так. Проходим ко мне. Как дорога-то? Откуда едете? С Москвы? Нет, не с Москвы. Был в Ёж-Короле. Погромче говорите. В Ёж-Короле был у друга. Оттуда приехал к Джастасу на ферму. А где были-то? У Джастаса на ферме. Джастас Уокер. Который был у вас. А-а-а. У американца. Ну, 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 ну. Еще там были-то вы. Ну, посмотрел, как козы у него, как... Да, хочу смотреть. Он был здесь, мы говорили. Ему все это не нужно. Он еретик из еретиков, бесноватый, крупно. Он не может ничего. Ему подсадили беса, он все время хохочет, остановиться не может. Он не руководит собой. Вот здесь шли мы, он ночью. Я иду впереди, он впереди. Нет, я иду. Он за мной. А сзади идет, Володя снимает. Я ему сказал, ты вот так. Что это такое, христианина? Он один в темноте идет и хогочит. Еще непонятно-то тут. А это харизматы. Там сплошное стопроцентное беснование. И здесь был, говоришь, даже со Смирновым Дмитрием говорит. Говорит обыкновенно. Как дела? Да хорошо. Он не может. У него должна челюсть, допустим, 13 раз, Он ударит по верхней челюсти. Он не понимает ничего. Я думаю, что это не из-за объяснования. Это объяснование. Думать не надо даже. И человек, не руководящий собой, кто им руководит? Ну, бывает, например, я видел людей, которые болеют как-то. Чем болеют? Назвать не могу, но какие-то отклонения. Не надо так. Если не можете, поэтому не утверждайте. Вы ничего не можете утверждать, если не знаете. Это мое мнение. Это объяснование. Человеку Бог дал душу, которой подчиняется тело. Я хочу поздороваться. Протягиваем левую руку по-масонски. А могу по-христиански поклониться и сказать милости просим. И человек управляет. Я могу язык прижать. А язык укротить никто не может говорить. А кто? А христиане могут. Молчание говорит золото. Иначе зачем это говорено было бы? А вы говорите, были там и ничего не увидели. Он только зашел. Я сразу по его выступлениям видел, а потом на месте. Я ему даю такой книги, которой сыны нет. Новый Завес с полным толкованием. А ему это абсолютно не надо. В Америке у нас 21 тысячи разных конфессий и динаминаций. 21 тысячи. А вот их какой? А них какой я сам по себе? Это все сегодня. Я Христов. Кстати, у нас был разговор на эту тему, и он говорил, что он читает толкование. По громче еще. Иоанна Златоуста читает, толкование читает. Да дай Бог, что читает. Но его слова, которые были, они записаны здесь. Он никому не принадлежит. Он не в церкви. Церковь там, где есть епископат от апостольских времен по херотонии. Ему это, как говорят, не надо даже. Абсолютно не надо. И мне говорят, зачем мы такие книги ценные дали. К нему люди приезжают. Они могут что-то посчитать. Меня упрекает только в одном, что я ему подарил бесценные сокровища, которые кончаются. А переиздать сегодня денег нет. Это миллионы за... Просто невозможно. Все-таки, учитывая, что я 38 книг издал самостоятельно. И на 35 миллионов сделали подарок только по Европе. Я смотрю, канал я вижу, все знают. И поэтому я хотел увидеться с ним, как-то ему помочь. А он абсолютно изнутри заблокирован. Он не слышит, ни на один вопрос не отвечает. А зачем? Главное – любовь. Но с тобой, которые рядом, они находятся в другом месте. Главное – любовь. Главное – сердце. А сердце-то от избытка уста, говорят. Уста, говорят, это избытка сердца. И что смех ваш обратится в плащ? Горе о смеющемся ныне. А его называют смеющиеся. Клоун там или кто-то. Он какой, говорит, юдоль плачет. Плачьте и рыдайте, бедствия, которые находят на вас. Блажены плачущие. А хохочущих нету. Христос не смеялся. Ну, это понятно или нет? Нет, что хохочет человек, не знающий Бога, не знающий страха Божия. Мы смертные. Смерть в нас. Мы умрем. С чем предстанем? И г-г-г-г, у него он везде. И прозвища смеющиеся. На Путина не скажут смеющиеся. На Илью Второго не скажут. А у меня есть снимок. Мы с Ильей Второй стоим рядом, фотографировались, беседовали. Я вас заранее сейчас прошу, когда будете там, найдите отца Наума. А я был моим учительом. Борщуков, где-то там Африка, вроде он там новый храм построил. Я сам тоже в Африке жил. А? Я тоже в Африке жил, сам. Ну, вы его знали? Конечно. Встречали? Да. Ну, тогда вопросов нет. Передайте низкий поклон. Это мой крестник. Он в моем доме пришел. Я видел все это. Ну, все, идемте тогда. Это у нас вот уголь сегодня. Вчера привезли, кидать будут. Кошечки у меня здесь. Так, держитесь. Заходите. Володя, у меня народ приходит, и поэтому тут порядок определенный. Ну, вот вы Ливон приехали сюда и уже находитесь в сколько? Часа три, наверное, да? Ну, примерно где-то так, да. Ну, и как эти три часа? Отлично. Давно мечтал попасть сюда, к вам. Мечта сбылась. Рад очень своему приезду, того, что вас увидел. Благодарю Бога за это. А что я показываю вам вот здесь, разные их и мусульманы, и другие поют, и Светлану Копылову. Вас это не смущает? Да нет, наоборот, мне нравится такой, ну, как бы, и песня. Песняров тут послушали. Все отлично, все отлично. Идет на колени. Да мне сейчас не до этого тут. Ну, давай, заходи, заходи. Вот так. Разу. Было так, что машина наша сломалась в Швеции. Все было сделано на то, чтобы мы вовремя вышли из Шенгенской зоны. Буквально минуты оставались. И сразу поехали, куда надо. Кое-что-то в маршруте пришлось изменить. Санкт-Петербург. Хотели встретиться с Душеновым. И не встретились с Константином Юрьевичем. Потому что торопились на Нижний Новгород, где наша машина родилась. И вот тоже интересный факт. Мы зашли, сказали, кто нам нужен. Нет, это там занято. И что-то же и пять. Ну, я понял, это огромный завод. Вот вообще союзный такой. И мы стали выше, стали молиться. А нам сказали, вы, говорит, в дверях тут стоите рядом, вы мешаетесь. А тут деревья. Мы отошли и стали молиться. А нам нужен главный конструктор. Главный инженер там и директор, если можно. И мы стояли, глаза закрыли, руки подняли. Глаза открыли, они все стоят перед нами трое. Понимаете, это нельзя показать никак. Никто не снимал, конечно. И сразу они выделили специалиста, который работает с людьми. Он сел за руль и поехали. И тут же нас без очереди разобрали. Мотор вытащили. Аж, которая там шестеренка гонит горючее, она повреждена была. А это, говорит, не наша. Это Ульяновский завод поставку дал такую. А мы его проверить никак не могли. Он нормальный был. Ну, мы все им рассказали. И они, пока день-то целый день ждать надо было. Они там, у них столовая или ресторан внутри. И они увидели, что мы сидим там. И они в обед принесли нам в корзинке какой-то обед. А мы посмотрели и говорим, у нас сегодня пятница. И это нельзя. А что можно? Мы говорим вот это. Они быстро утащили, принесли то, что мы сказали. Ни денег не взяли, ничего. Когда мы были в Австрии, перед машиной на колени становились спереди. Фотографировали я Россия, Путин, Газель. Вот и как это выглядит. Вот еще раз хочу сказать. Готовясь туда, я тщательно проверял, какие требования в каждой стране. А стран-то было сколько. Ну, вся заграница. Начиная тут, которые бывшие республики. В Азербайджане везде. Ну, представьте, ночью в доме Мулы. Там беседа с мусульманами. Вот. В Армении побывали. И там нас встретили. Сильно понравилось нам. Такие прекрасные девушки встретили. Расспрашивают. Ну, как будто мы свои. А мы говорим, мы православные. Они улыбаются только. И вот, когда мы уже вернулись, теперь я рассматриваю не повторить. И наше путешествие, оно 120 тысяч километров. Из Барнаула до Владивостока, Тихий океан, до Лиссабона, Атлантический океан. При Балтике пришлось из-за поломки отменить. Нет, кое-что. А там нас уже ждали, уже оплатили проезд. Принять нас. Это Дания у нас еще пока нормально было. Ждали, кажется, в Финляндии. Они запросили Москву, патриархию. Можно ли мне слово давать-то? И вдруг пришел положительный ответ. Это было для меня диво. А там в одном Карс, какой-то Ровая мы были. День ждали от корабля, когда отойдет. Паром он называется. Ну, и зашли в интернет. И вдруг видим в Англии. Группа людей молится с детьми. Сектанты, баптисты крестятся рукой. И просят, Господи, благослови путешествие Игнатия Лапкина. Это вообще... Какое бывает. Видел, нет, этот? Не видел, но слышал, вы рассказывали. Но сколько, сколько эта милость Божия велика, неожиданно. Я могу сказать, что слово потрясающее относится там, где действует Дух Святой. Ибо все сотрясалось. Вот где мы были. Представьте, 650 остановок. Городов и районных центров. И везде я нежданный, незваный являюсь. В течение 10 минут я должен расположить к себе и к книгам. Вещь неслыханная. И бывало так, что не принимали. Бывало. Ну, 2-3 раза было. Особенно опасно, когда директора нет. Она приходит позже, а уже все... Она против. Теперь я должен все начинать сначала расположить ее. А вы психолог, там профессора говорят, там великие. Нет. Я этого не считаю. Просто я молюсь, все время молюсь. И что делает Господь? Я даже не знаю, что будет. Просто переставляю ноги. Я кисточка в Божьих руках. Как ему угодно. Где остановиться? Я рассказывал, как было в Португалии. Все. Едем. Ни места не знаем. Ни телефонов нет. Куда ехать? И вдруг шофер резко поворачивает вправо. Маленький переулок. Зачем? Он говорит, не знаю. И вдруг три пенсионера сидят. Дальше разговорились. Один нам деньги крупные. Пятьсот есть евро. Это очень редкая бумажка. Меняют. Двадцать евро даем. И он шофер один садится на свою машину. И нас подвел прямо к храму. А там престольный праздник. Ну и дальше говорит. И за год до этого проехал там отец Геннадий Фаст. И они когда услышали мою фамилию, он сказал, что у нас обратился. Тут не выразишь, сколько народу было. Вот все настолько удивительное было. И куда бы ни поехал, везде чудо. Я не ищу. Люди скажут, да это обычное совпадение. А я нет. Когда нас русская мафия заломила в Турции, выйти невозможно. Русская мафия. А мы тогда, я говорю, ничего не делать. Они сразу до тысячи долларов погнали, нас тогда пропустят. Я говорю, ничего не делать. Будем только молиться. Подняли руки и молимся. А они утром, когда стали менять, кстати. И один из них проходит и говорит, этих нам не взять. Вот и все. А турчанки, которые на таможне были, они давай нам помогать. Там чаю давайте. Бог. Всюду Бог. Никуда не повернешься. Ну, вот так. Пока, значит, ты не пожалел, что приехал в Барнаул. Никак не пожалел. Ну, вот дальше будет видно. Сергей вас туда может завезти. Завтра будет вторник. Перед тем, как туда куда-то ехать, он может заехать сюда. С Сергеем побудешь, увидишь. Может, какие-то вопросы будут. Теперь ты уже более близкий. Знаешь, что вопросов много отвечено на нашем сайте, но у вас могут быть свои. Они не сильно отличаются от уже бывших. Ответ я всегда отвечаю. Что говорит Святая Библия? 77 книг. Что на этот вопрос отвечает Святые Отцы? Это 300 томов фолиантов. Что говорят Канонические правила? 719 правил. И что говорят Жития Святых? 1173 биографии. Я от них, когда отвечал студентам, я только копировал. Копирую. Но я знаю, когда это будет. Я могу сказать, что ни Осипов, никто этого не знает. Я просто занимался этим. А они, когда говорят, говорят от знаний своих, от ума. И очень часто противоречат Священному Писанию. Я делал разбор выступлений. Вот, допустим, там есть разбор выступлений. Такая папка. Она очень интересная. Я делаю разбор выступлений Патриарха Алексея Второго Ридигера. Дальше, какой ему вопрос задают корреспонденты. И как он отвечает. А дальше я его комментирую. Дальше. Допустим, тогда был митрополит Калининградский-Смоленский Кирилл. Его. Максима Козлова. Старобряческого Адриана. Митрополита. И вот, которая там такие очень известная. Амброси. Вот. Амброси Юрасов. Его. В среднем ответы правильно не больше 10 градусов. 10 ответов. И 100. У всех. И это, когда я отвечаю. Да как они могли так отвечать? Я говорю, а до этого, пока я не комментировал, увидели? Нет. Я думал, так и надо. Вот это и есть зомбирование, я говорю. Вы доверяетесь авторитету человеческой мудрости. А они кончают семинарии, академии, докторианы там разные проходят. А это все не то. Их не учат любить Бога. Любить Слово Божие. Так, чтобы готовы были жизнь положить. Как протопо по вакууму. За один аз, за одну букву готовы умереть. Вот и все на этом. Ну все, я вас отпускаю. Можете сходить погулять. Хорошо. Вот так. Не особо. Что-то они витые все. Плохо идут. Может быть, я плохая. Она как сапог какой-то стоит. Посмотрите, только не промажьте. Вот. Что, а в рукавички надо, наверное? Да, и так нормально. А? И так нормально. У вас рукавички с собой есть, нет? С собой нет. Я сейчас посмотрю. Вот. Я от ним не умею им пользоваться. А ничего не надо пользоваться. Продень пальцы. И на картинке смотри, что вы понимаете. Ничего не нажимай. Видно тебе его? Смотри на нас. Посюда. Так, Ликерия, ну-ка сюда. Ну посмотри, видать нас? Видно. Видно? Хорошо видно. А в быкете, видать? Видно, видно. Ну вот нужно сказать, это Барнаул. Я вас по пояс сделал. Вот сюда потихоньку повернем, он туда. Барнаул написано. Вот так. Все. Так я сейчас покажу все тут. Потихонечку проводи туда. Видно, где Барнаул. Видно? Видно. Не видно, да? Видно, видно. Видно, все хорошо. Так вот сюда надо провести. А я сейчас проведу. Сейчас, подожди-ка. Встань-ка, я тебя ростографирую тоже. Это наш помощник хороший, Владимир Иванович Пентин. Мы мост-то тут, Рыжковский пруд-то подняли на сколько выше. Эти, которые сваи, они оказались ниже насыпи этой даже. Это Гликерия воюет тут. Вот это Барнаул, река Ок. Пятники. Да, пошли. Мы на Барнаульском мосту, вот оно написано. Барнаул. Барнаул. Иоанна Притеча храм здесь, на бывшем кладбище. О, видать, хорошо. Вот он. А вот дальше, если проводить, вот так смотреть, то там мы можем увидеть Покровский собор. Вон там, видать, его. Старинный собор. Это главный собор Алтайского края. И Пархиальный. Ну, а поближе сюда, рядом, Знаменский монастырь. Вот он. Знаменский монастырь. Так я тебя сейчас, ладно, захвачу. Становись вот рядом. Вот. Это у нас приехал Ревон. Вот. Едет в Грузию. А это Владимир Иванович Перкин и храблечка уже. Гликерия. Вот на нее надели военный костюм. Она голыми рукавами. Боимся, что она простынет. А тут оп течет. Оп, красавица. Вот оно как. Вот если приблизить вот это, то там видно надпись. Барнаул. Подделки нет. 14 октября. Покров. Покровский собор престольный сегодня. Вот так. Видите, вот трехрядные движения здесь. Три. Три ряда здесь, в этом направлении. И три ряда в другом. Шикарный мост. Вот. По второй прошел трассе. Вот машина по первой. И по третьей. Вот они. И там так же самое. Какие дома красивые. Смотрите. Вот эти вот стоят. Красавцы. А там есть элеватор. Элеватор. Ну, я не знаю, он сейчас работает или нет. Тут такие пертурбации, что можно не узнать. Вот машины идут. С какой скоростью. Трехрядные движения. Вот такие. Да даже не шелохнется. Замечательные. Тут Баварин фотографировался. Мэр города. Видишь, как обиходили. Заходить можно. Все. Мы с гостем пошли посмотреть. Вот. Все пока. Все, побежали цифры. Я могу приблизиться. Вот это и вот. Вот приближаю рядом. Ну, и теперь я убираю подальше, чтобы у нас рядом. Потому что мы-то рядом. Так, руку просунь сюда. Бойся вот эту нажать. А там включает, выпущает. Давай ты вот эту. Вот эту вниз. Вот эту. Давай, подожди. Иди-ка сюда. Ну, вот так стой там. Ну, иди так, чтобы видно было храм. И нас видно было. Вот. Смотри, кликерю, чтобы видно было. Можешь полетен назад отойти. А теперь так вокруг. Ну, пошли, ты за нами веди. И вот там увидишь, стой на месте. Речной вокзал. За нами веди так. А мы будем стоять здесь. И будет видно речной вокзал. За нами просто следи. Теперь вот сюда, чтобы воскрыть мир. Мы потихоньку будем отходить. Вот так. Вот такое здание. Ты его показал, здание вон там? Вон там. Можно? Можно вам показать. Да. Можно, что-нибудь, что-нибудь. Вот так. Вот так. Это у нас гликерия. Вот она стоит, одетая. Хорошо. Ну, слава богу. Все, выключаю. Пошли.